На протяжении своей публичной деятельности в качестве членов королевской семьи Меган Марк или Камила Паркер Боулс не раз подвергались критике со стороны прессы и поклонников. Их браки с наследниками Виндзоров считались неравными, обеих обвиняли в меркантильности и жажде славы. Именно такую цену они вынуждены платить за то, что служат верой и правдой своим мужьям, принцу Чарльзу и принцу Гарри. Вероятно, именно схожесть положений и сблизила Камилу с Меган. Королевский эксперт Кэти Никол рассказала, как герцогиня Корнуолльская не раз пыталась помочь Маркель наладить трудные отношения с отцом. С того момента, как герцогиня Сосекская объявила о помолвке с принцем Гарри, ее разногласия с Томасом Марклом достигли апогея. Отец Меган не раз откровенно высказывался в прессе о прошлом своей дочери и критиковал ее поведение. В итоге он пропустил ее свадьбу, а позже дал несколько откровенных интервью, обвиняя Меган в безразличии и лицемерии. Именно в этот момент Камила Паркер-Боулс, чуть ли не единственная из королевской семьи, протянула герцогине Сосекской руку помощи и помогла справиться со стрессом. Как сообщает эксперт, герцогиня Корнуолльская сразу же нашла общий язык с будущей невесткой, как только принц Гарри представил ее членом королевской семьи. Камила в разные моменты протягивала руку дружбы Гарри и Меган. Особенно когда у Меган были трудные времена в отношениях с собственным отцом, именно Камила помогала справляться со всем. Кстати, она же рекомендовала Чарльзу вести Меган к алтарю вместо Томаса Маркла, сообщила Кэти Никол. К тому же, Камила нередко выступала своеобразным буфером, пытаясь разрешить разногласия между принцем Чарльзом и его сыном Гарри. Принц Гарри встретился в Нидерландах с ведущей NBC Тадейхо Дой Котэбэ и дал ей большое интервью, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с Елизаветой двумя и королевской семьей. Герцог Сосексский поделился впечатлениями от недавней поездки в Виндзорский замок. Он отметил «отличное чувство юмора» своей бабушки и признался, что ему было «действительно приятно встретиться с ней». Однако он выразил сомнения относительно приезда в Великобританию в июне на празднование платинового юбилея правления Елизаветы II. «Я пока не знаю, есть много вещей, связанных с проблемами безопасности. Я действительно пытаюсь сделать все возможное, чтобы познакомить с ней, с Елизаветой II», — своих детей, подчеркнул принц Гарри. Он добавил, что у них с королевой особые отношения. «Мы говорим о вещах, о которых она больше не может говорить ни с кем другим. Так что наши беседы — это всегда приятное умиротворение», — заявил герцог Сосексский. На вопрос, не скучает ли он по принцу Чарльзу и по принцу Уильяму, Гарри отвечать не стал, уклонившись от прямых комментариев. Но тем самым дал понять, что эта тема его ранит и, вероятнее всего, отношения с отцом и братом у него действительно напряженные. «В данный момент я сосредоточен на этих парнях, спортсменах Инвектус Геймс и их семьях и отдаю им все, что могу, на 120 процентов. Все мое внимание сконцентрировано здесь. А когда я уеду отсюда, вернусь к своей семье, жене, Меган Маркель, и детям, Арчи и Лилибет, и мое внимание уже будет сосредоточено на них. Я очень скучаю по семье», — пояснил в беседе с Ходой Котебе принц Гарри. Также он выразил обеспокоенность будущим своих детей. Герцог Сосекский подчеркнул, что пытается сделать этот мир лучше для них, но это рано или поздно может привести его к эмоциональному выгоранию, именно поэтому для него так важно было обрести дом, где он мог бы быть спокоен и счастлив. Кстати, принц Гарри признался, что в их с Меган Маркель особняке в Калифорнии есть фотографии принцессы Дианы, присутствие которой он чувствует почти во всем, что делает. Герцог Сосекский много рассказывает малышу Арчи и его покойной бабушке и часто сам мысленно разговаривает с ней. Представители Букингемского дворца сообщили о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркель получили приглашение от монарха присоединиться к остальным членам британской короны для приветствия на балконе в день празднования платинового юбилея королевы. Известно, что в настоящий момент герцоги Сосекские не являются действующими представителями монаршей семьи. Однако сейчас, когда истощена борьбой с COVID-19 Елизавета II как никогда нуждается в моральной поддержке и опоре, поэтому желает помириться с блудными герцогами. Стоит отметить, что, если пара все-таки решит приехать в Лондон этим летом, то Меган и Гарри появятся и на еще одном семейном мероприятии – службе благодарения, которое пройдет в соборе святого Павла. Королевские эксперты отмечают, что в этом году физическое и моральное состояние монарха существенно пошатнулось. Проблемы со здоровьем и постоянный стресс негативно сказываются на здоровье пожилого монарха, но несмотря на это они уверены, что ее величество найдет в себе силы с размахом отпраздновать свой платиновый юбилей, подготовка к которому идет уже больше года. Однако, очевидно, что появление Елизаветы II на таком большом мероприятии станет последним в ее карьере. Уже сейчас принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и Камила Паркер Боулс взяли на себя большую часть обязанностей королевы, чтобы не утомлять ее величество. Визит Меган и Гарри в Великобританию также может стать показателем того, что королевство нуждается в помощниках. В любом случае появление сосекских на балконе Букингемского дворца станет формальным, так как вероятность того, что они восстановят свой статус главных представителей британской короны, близка к нулю. Пожалуй, для королевы главным событием в череде мероприятий в честь платинового юбилея станет служба благодарения. Помощники монарха уже работают над тем, чтобы ее величество без особых усилий смогла преодолеть ступени, которые ведут в собор святого Павла. Ожидается, что Камила Паркер-Боулс будет сопровождать королеву в этот день, однако многие утверждают, что данную роль желает взять на себя и принц Эндрю. Также сообщается, что герцогиня Корнуолольская будет вести самое главное дело Елизаветы II. Камила станет покровительницей национального конезавода, фермы разведения чистокровных пород лошадей, и в дальнейшем будет контролировать проведение скачек на королевском ипподроме в Аскате. Кроме того, Паркер-Боулс доверили организацию и проведение большого юбилейного обеда в честь платинового юбилея Ее Величества. Не останется без дела и принц Чарльз, который выступит с торжественной речью во время празднования платинового юбилея. Уэльский присутствовал практически на всех юбилейных мероприятиях, поэтому принц сможет заменить монарха, если она не сможет приехать на торжество. Представители Букингемского дворца отмечают, что даже отсутствие Елизаветы II не изменит суть праздника, ведь все, что будет происходить на мероприятиях, в ее честь. Поездка принца Гарри и Меган Маркель в Нидерланды продолжается. Супруги активно проводят время, поддерживают спортсменов на играх непобежденных Инвектус Геймс, участвуют в неформальных активностях, а также общаются с юными репортерами. Так, принца Гарри спросили о надеждах, которые он возлагает на своих детей, двухлетнего сына Арчи и десятимесячную дочку Лилибет. По словам герцога Сосекского, он желает, чтобы его дети росли в более справедливом, безопасном и равноправном мире. «Это будет нелегко, но я никогда, никогда не успокоюсь, пока я, как родитель, хотя бы не попытаюсь сделать мир для них лучше», отметил принц Гарри в разговоре с маленькими журналистами. Кроме того, внук Елизаветы II добавил, что каждый из нас несет ответственность за то, каким будет являться наш современный мир. «Я не думаю, что нам следует рожать детей в этом мире, если мы не собираемся взять на себя обязательство сделать его лучше для них. Мы не можем украсть ваше будущее». Ранее, принц Гарри рассказал о карьерных устремлениях сына Арчи. Мальчик подумывает стать либо астронавтом, либо пилотом вертолета. Герцог Сосекский, в свою очередь, отметил, что в разговорах с сыном напоминает ему, что независимо от того, какую он выберет профессию, важнее всего быть мужественным, храбрым и смелым. Герцог Сосекский Гарри произнес эмоциональную речь перед более чем пятьюстами травмированными участниками-ветеранами, сказав им, что будет горд, если его сын Арчи будет иметь такой же волевой характер и стремление побеждать. Меган Маркель рассказала гостям церемонии о своей любви и уважении к Гарри и вспомнила, как много бессонных ночей провел ее муж, занимаясь подготовкой игр непобежденных. Герцогиня выглядела шикарно в элегантном белом топе, черных брюках с высокой талией и золотом колье-кортье. Принц Гарри выбрал для мероприятия классический серый костюм и белую рубашку. Гарри, ваш коллега-ветеран, он отдал 10 лет военной службе, он был в Афганистане, он основатель Инвектус Геймс и отец наших двух маленьких детей, Арчи и Лили, произнесла Меган, представляя публике своего супруга. Принц Гарри вышел на сцену и нежно поцеловал Меган, широко улыбнулся и добавил, спасибо, любовь моя. Это был один из самых трогательных моментов церемонии.